Привет, друзья! На прошлой неделе мы обещали вам, что будем делать цикл интервью с игроками Национальной футбольной лиги. Мы начали с Ильи Ирощука и сегодня продолжаем, не покидая Нинкланд Патриотс, продолжаем с Максом Лейном, с линейным заблокировщиком нападения Патриотс, который играл за команду с 1994 по 2000 год, играл при Билли Парселси, при Пите Кэроли и при Билли Билличике. Много историй поучительных, смешных, иногда грустных, жизненных. Все это от Макса Лейна. Так что наслаждайтесь, смотрите, слушайте. Это интервью прозвучит здесь, в видеоварианте. Это интервью вы можете услышать в рамках нашего с Кириллом Гомельским подкаста на сайте NFL.RUS. Так что наслаждайтесь. Единственное, у меня к вам просьба быть снисходительными в этот раз к неким техническим вопросам, к вопросам монтажа. Да, мы это делаем все сами, своими силами, с помощью сайта First and Go, NFL.RUS, с нашими Кириллом Гомельским усилиями. Так что очень скоро мы выйдем на, надеюсь, такой более чистый уровень по монтажу, по озвучке и так далее. Но ведь самое главное не форма, самое главное содержание, а оно достойно. Первый вопрос. Давай начнем с университета или даже, скажем, выпускного класса школы. Ты ведь уже тогда играл в футбол? Да. Я вырос в Миссури, в городке с населением 850 человек, прямо в центре Соединенных Штатов. Футбол у меня был в крови. В него играли мой отец и старший брат, мои сестры были чирлидершами. Я уж думал, ты скажешь, что сестры тоже в футбол играли. Не, может в России они бы и смогли играть? Да точно смогли бы, потому что у меня жена играет в местной команде. Не, в 80-е у нас женщины еще не играли в такие виды спорта. Как бы там ни было, футбол был важной частью моей жизни, жизнью моей семьи. Я был самым младшим из пяти детей, и из разных разговоров со старшими братьями и сестрами, Одна вещь, которую я для себя вынес, это то, насколько дорого учиться в колледже. И что это будет испытанием для родителей. И я подумал, что это хорошая цель для выпускных классов школы, попасть в футбольную команду университета, чтобы родителям не пришлось платить за мое обучение. На этом я и сосредоточился. Я хорошо учился, занимался спортом, а футбол стал для меня главным увлечением в старших классах школы. На мое счастье, мной заинтересовались несколько колледжей, включая Академию военно-морского флота из Эннаполиса, штат Мэриленд. Мне удалось туда попасть, я играл там в футбол, и родителям не пришлось платить за обучение. Ты получил полную стипендию в Академии ВМФ. Ну, формально все учащиеся в Академии ВМФ получают полную стипендию, даже те, кто не занимаются спортом. Это военная академия, которую спонсирует государство. Она существует за счет налогов. Почему ты выбрал флот? По твоим словам, у тебя было несколько вариантов. Не могу понять, зачем молодому парню идти в военный колледж с муштрой и всем таким прочим, вместо того, чтобы тусоваться в Стэнфорде, или там, в университете Висконсина. Я понял. Мой отец служил на флоте. В 50-х годах был зачислен на военную службу во время Корейской войны. Был такой момент. Наверное, он в какой-то небольшой степени повлиял, или в большой, но еще... Вот мы знаем, чем все закончилось. Я стал играть в футбол профессионально. Но когда я был школьником, там, где я вырос, профессиональный футбол был чем-то нереальным. И я это так не воспринимал. Маленький городок, смотреть особо не на что. Да, Канзас-Сити Чифс располагались от нас в часе езды, но тогда все было не так, как сейчас в плане пиара и всего остального. Тем более, тогда Чифс играли ужасно, и на их матчах никогда не было аншлагов. Поэтому по телевизору их никогда и не показывали. Мы тогда смотрели матчи Питтсбурга, Далласа. В общем, очень сильных команд, которых показывали постоянно. А нашу команду мы не видели. Поэтому играть в футбол профессионально не казалось мне тогда реально достижимой целью. Тем более, я не очень любил загадывать далеко наперед. Меня всегда интересовало только, буду ли я играть в футбол в следующем году. И выпускной год я просто думал, хорошо бы продолжить играть где бы то ни было. Для пацана со Среднего Запада, из Центра Америки в 80-е, университет Нотр-Дам был большим делом. В школе я болел именно за них. Они хорошо играли. Да и просто было в них что-то такое, что меня притягивало. И поскольку они не проявили ко мне ни капельки интереса, и при этом я знал, что флот играет с Нотр-Дамом каждый год, то я изменил подход. Мол, раз я не могу играть за Нотр-Дам, то пускай я хотя бы буду играть против них. Академия ВМФ дала мне такую возможность. Не знаю, адекватна ли это причина для того, чтобы стать военным, или даже пойти воевать, но тогда мне это казалось логичным. Но были и другие факторы. Высокий уровень образования, ты знал, что после выпуска у тебя сразу же будет работа. Было много всего, что я, наверное, оценил еще больше при выборе места обучения. Та же возможность послужить своей стране, и все такое. Ты был обязан поступить на службу после обучения, или же это было делом добровольным? Обязан, но я пошел другим путем. Сейчас объясню, как смогу. Обычно, после выпуска, ты обязан служить пять лет. Но я ушел еще до выпуска, прямо на последнем курсе, потому что поставил перед собой цель сразу начать играть в футбол профессионально. А, то есть, если бы ты выпустился, то не получил бы шанса выйти на драфт НФЛ. Ты обязан был бы пойти на службу и провести там пять лет. В те времена нет. Тогда обстоятельства сложились особым образом, что позволило мне уйти и сразу начать играть. Я не стал выпускником. В наши дни есть парни, хотя вы вряд ли знаете их имена, которые выпустились из Академии, вышли на драфт. Сейчас, например, за Майами играет новичок Малком Перри. Он в Академии был квотербэком, установил несколько рекордов. Он был универсальный квотербэк, а в Майами играет принимающим, слот-ресивером. Сейчас военные, будь то флоты или Минобороны, изменили политику в отношении профессионального спорта. Я думаю, что они осознали пользу пиара, позитивного восприятия всей этой истории, и теперь они дают возможность тем выпускникам, которые претендуют на профессиональный спорт, и неважно, мужчинам или женщинам, и в каком виде спорта, если их ждут в какой-то лиге, и им дадут такой шанс. У Патриотс есть такой лонг-снеппер, Джо Кардона. Он выпустился из Академии в МФ, и сейчас он проводит шестой или седьмой сезон в НФЛ. Он был одним из первых, кому удалось воспользоваться этим новым подходом военных к спорту. Но будучи игроком НФЛ, он даже во время сезона по выходным дням едет на службу в Ньюпорт, Родд-Айленд, на военно-морскую базу, даже в сезон. Ну то есть он как бы числится в резерве? Да, именно так. Прежде чем мы перейдем к твоей профессиональной карьере, Макс, я бы хотел спросить тебя, кто-нибудь из парней, кто играл с тобой в школе или против тебя, сумел пробиться в какую-то сильную студенческую команду? Нет, ну был один парень моего года выпуска, который немного поиграл за небольшой колледж в Миссури, но из моей школы никого. Я в сети видел, что из Норборна ты и есть еще один парень, который попал в НБА. Наш парень попал в НБА? Да, я имени правда не запомнил, там есть пара актеров, может не очень известных, но из профессиональных спортсменов, по-моему это есть в Википедии. Там список из шести фамилий. Ты и еще один парень в МБА. Да, я уверен, что видел это. Проверь потом, вдруг вы знакомы. Займемся фактчекингом, Дмитрий. Как тебе сегодняшняя команда флота? В ваши времена она тоже играла, только вы нас? Какой тогда был стиль нападения? Когда я там был, как раз пришел новый тренер, который пытался привить нам пасовый футбол, как у профессионалов. Но с теми спортсменами, что у нас были, особо не получилось. С точки зрения побед и поражений точно не получилось. Но мне лично это очень помогло лучше подготовиться к тому, что меня ждало в НФЛ. Нам, линейным нападения, пришлось учить технику и приемы при блокировке паса. Там у меня был тренер линии нападения, я считаю его лучшим специалистом, с которым я работал. За всю свою футбольную карьеру. Просто потому, как он меня обучал в студенческой команде. Я считал и считаю, что в жизненный период с 18 до 23 лет тебя серьезно колбасит как личность и как спортсмена. Происходит много всего. Ты получаешь право голосовать на выборах. Ты получаешь право покупать алкоголь, во всяком случае в США. В эти годы меняется твоя социальная жизнь. И именно поэтому этот период оказывает такое влияние на всю твою жизнь. От того и тренера, которых ты встречаешь во время студенческой карьеры, влияют на тебя больше, чем профессиональные тренеры или школьные тренеры. Школьный тренер закладывает основы. Профессиональный тренер полирует отдельные детали твоей игры, доводит ее до ума. А колледж-тренер получает всю сердцевину. Именно в это время формируется личность. Думаю, что многие спортсмены, да, они все, но многие отметят роль тренеров из колледжа в своем развитии. И не только в развитии как спортсменов, но и как личностей. И вот мой позиционный тренер, работавший с линией нападения, его звали Марк Мюррей. На первом курсе он был диктатором. На втором курсе он был отцом-командиром. На третьем курсе он был старшим братом. А на четвертом курсе он был другом. Вот так развивались наши отношения на протяжении колледжа. На мой взгляд, это идеальная структура отношений с тренером, если он работает с тобой 4 года. Вы сейчас поддерживаете связь? Мы порой обменяемся сообщениями. Спрашиваем что-то как. Он мне помогает с сыном, который сейчас играет в футбол на первом курсе в местном университете Холли Кросс. В период рекрутинга я звонил своему тренеру, спрашивал совета. Так что да, поддерживаем связь иногда. На первом курсе ты его ненавидел? Я имею ввиду, когда он был диктатором. Да нет. Наверное, я сам тогда играл роль. Я просто опускал голову и делал то, что мне скажут. Это же военное училище, понимаете? На флоте особо не выбираешь. Что прикажут, то и выполняешь. Хорошо, мы приближаемся к 1994 году, когда ты вышел на драфт. Давай возьмем немного до. Концовка предыдущего сезона. Ты в этот момент раздумывал, где можешь оказаться в НФЛ? Когда я закончил третий курс, был у нас такой парень, старше меня на год. Его звали Боб Кабурски. Это был линейный защитник. Хороший игрок, его просматривали. К нам на тренировки приезжали скауты. И вот когда я заканчивал третий курс, тренер мне говорит, «Эй, Макс, у нас тут скауты приехали на Боба посмотреть». И они про тебя спрашивали. «Думаю, у тебя все хорошо сложится в выпускной год». Вот тогда я, наверное, впервые подумал, «Что, серьезно? Это не шутка? Ну, это круто». До этого я о таком даже не думал. И когда начался сезон на четвертом курсе, еще во время предсезонного тренировочного лагеря, стали приезжать скауты и все такое. И тренеры рассказывали мне, откуда они и кто. Тогда я уже понимал, что меня оценивают. Но этим мои знания и ограничивались. Просто что мной интересуется. То есть на тот момент у тебя не было ожиданий, что тебя могут выбрать на драфте? Нет, вообще никаких. По окончании сезона меня не пригласили на съезд скаутов. Но еще до его окончания на меня вышли несколько агентов. С ними можно разговаривать по телефону, но нельзя встречаться лично, пока официально не завершится студенческая карьера. Я пообщался с ними по телефону, и потом, когда сезон уже завершился, я был дома, и я в итоге выбрал агента из Сент-Луиса. Это Миссури, откуда и я родом. Мне его порекомендовал тренер, который работал тогда в академии, и лично его знал. Сижу я дома под Рождество, студенческий футбол закончился. По-моему, я именно тогда с ним познакомился. Я поехал в Сент-Луис, чтобы встретиться. Мы подписали бумаги, чтобы он меня представлял. Я ушел с последнего курса университета в феврале. Вернулся в Мэрилэнд, чтобы решить последние вопросы с колледжем, и поехал домой. А у нас в колледже ошивался такой старый мужик на пенсии. Он помогал тренером с видеозаписями, учил парней блокировать панты и все такое. Его звали Стив Беличек. Это отец Билла Беличека. И в то же время он был скаутом Кливленда, где работал Билл. Когда я уже собирался уехать из Мэриланда, старик Беличек очень мне помог. Он устроил мне просмотр в Кливленде. Поэтому из Мэриланда я поехал сначала в Кливленд и провел там тренировку. Билла я тогда не видел, работал только с тренером позиции. И это было моим первым личным знакомством с НФЛ. А тогда ведь не было ни мобильных, ничего такого. Помню, захожу на базу Браунс, и мне выдают футболки, майки, обувь, все такое. Поскольку у меня с собой ничего не было. И вот после тренировки я переоделся, сходил в душ, помыл голову, а расчески при себе не было. И я стал заглядывать в шкафчики игроков. Я особо не смотрел на имена, только на полке. Там, где стояли дезодоранты и все такое. И в одном из них я увидел расческу. Взял ее и стал укладывать волосы. А потом смотрю на имена шкафчики, а это Винни Теставерди. И я такой, ого, как круто! Это расческа Винни! Ты оставил ее себе? Я нет, положил обратно. Но когда я уехал с базы, и увидел первую же телефонную будку, я остановился и позвонил отцу. Говорю, пап, я только что воспользовался расческой Теставерди. А отец не спросил у тебя, мол, надеюсь, зубную щетку ты его не трогал? Да я тогда не особо зубы вообще чистил. Ну, чтобы закончить уже с этой историей, я в итоге отыграл с ними до 2000 года. А Винни приехал туда в 2005, и отыграл сезон или два. И я всегда думаю, что будет круто рассказать ему эту историю. Он играл в разных клубах, выступал за джетс, и все никак не получалось подойти к нему, там, после игры или типа того. Но как-то вечером, когда он играл здесь, я пошел в один ресторанчик на Родд-Айленде на благотворительное мероприятие, и туда же пришел Винни. Я подошел к нему, представился и говорю, «Эй, Винни, я Макс, я играл в 90-е, приятно познакомиться». Он тоже, «Да, приятно познакомиться, очень хороший парень, вежливый, без всяких там». И я говорю, «Слушай, у меня для тебя есть байка». После Академии ВМФ первый просмотр у меня в 1994 году был в Кливленде. После просмотра мне нужна была расческа, я ее искал и взял твою. Воспользовался возможностью. Твоя расческа – это мое первое воспоминание об НФЛ. Он ржет такой, «Ну, мужик, у меня до сих пор эта расческа есть». Крутой мужик. Вот он бы сказал, «Я так и думал, что кто воспользовался моей расческой, когда вернулся в раздевалку». Меня больше всего беспокоило то, что расческа была вся засаленная. Ну, зато это была расческа Винни. Когда впервые ты понял, что можешь оказаться в Патриотс? Уже во время драфта или до этого? Вот я вернулся домой, и время с февраля по апрель я провел в родном городе. Разные команды звонили моему агенту. Он устраивал просмотры в моем городе. Приезжали тренеры. А там от аэропорта Канзас-Сити полтора часа езды в такую глушь. Заходили в школу. Я тягал для них железо. Потом мы выходили на поле и выполняли упражнения для линейных нападений. Сейчас, если вспомню, приезжали Редскинс, Пэккерс, Пэтриотс, Си Хокс. Пытаюсь вспомнить, кто еще. В общем, нормально так приехало. Энди Рид был в их числе. Энди Рид тогда тренировал тайт-эндов в Пэккерс. Он тоже меня просматривал. Сейчас это кажется забавным. Они не говорили, мол, мы за тобой будем следить, мы с тобой свяжемся. Ничего такого не проговаривали. Но было и так понятно, кто проводит с тобой больше времени. И Пэтриотс были в числе тех команд, что хотели узнать меня получше. Редскинг, кстати, тоже, потому что они вместе с Пэтриотс послали тренеров линии нападения. Я не знаю, может они работали по этому региону, но то, что это были аж сами тренеры онлайн, кое-что значило. Вот Энди Рид, он тренировал тайт-эндов, и он просто просматривал парней в этом регионе. Поскольку я играл в Мэриленде за Академию ВМФ, я знал больше про Редскинг. У них была легендарная линия нападения, Хоггс. Любой линейный тогда мечтал играть за них. Да, я знаю, что они теперь не Редскингс, но неважно. Так что перед драфтом я не знал, где именно окажусь. Мой агент предсказывал, что меня заберут после третьего раунда. тогда драфт длился всего два дня. Первые три раунда в первый день, а с четвертого по седьмой во второй. Поскольку агент сказал, что у меня есть шанс на третий раунд, мне было очень интересно в первый день драфта. В итоге меня выбрали в шестом раунде, так что это были очень нервные пара дней. Пришлось ждать до шестого раунда. И вот идет второй день. Прошел четвертый раунд, пятый, и я постоянно был на связи с агентом. Я смотрел драфт с друзьями и старшими сестрами. Мне позвонили Чикаго Бэрс и сказали, если тебя не выберут, мы хотим тебя взять как незатрафтованного агента. Хотя они вообще меня не просматривали. Это было странно. Откуда они вообще нарисовались? Как бы там ни было, где-то в начале шестого раунда мне позвонили из Нью-Ингленда. Звонил тренер линии нападения и сказал, привет, Макс, это из Патриотс, мы тебя возьмем. У них было два выбора в шестом раунде. Он говорит, мы возьмем тебя под первым нашим пиком в шестом раунде. Я остался висеть на линии, смотрю за их первым выбором по телевизору. А они выбирают кого-то другого. Они берут Стива Хокинсона из центрального или западного Мичигана. Фред мне в трубку говорит, ой, Макс, извини, мы возьмем тебя под следующим пиком. А это еще через два пика. И я такой, хорошо, хорошо. Я увидел по телевизору как меня выбирают и как только это произошло, Фред сказал, эй, Макс, тут тренер Парселс хочет тебя поприветствовать. Трубку взял тренер Парселс. Привет, поздравляю, ты теперь в Нью-Игланд Патриотс. Я отвечаю, спасибо, тренер, жду не дождусь и все такое. Ну, вот так все было. Настоящее облегчение. Когда ты услышал голос Парселса, какие у тебя были мысли? Не испугался? Я не очень хорошо... Не, я знал, кто он такой. Я знал, что он тренировал Джайантс, что провел год в Патриотс, но я не знал о нем как о личности, о его репутации на тот момент. Когда меня выбрали, я начал спрашивать у людей про него и много всего сразу узнал. Но в тот момент я просто знал, кто он такой, что он хороший тренер. Я просто был счастлив. Я не очень много знал про Патриотс. Я знал, что у них кутербэк-новичок Блетсо. Я помнил их кутербэка Стива Грогена. Я тогда даже Стива Нельсона не знал. Я не знал, кто он такой. Я знал Стива Грогена, Джона Хэна. Я знал, что у них молодые кутербэки вроде Блетсо и что у них Парселс. Вот и все. Да, в начале 90-х Пэтс были не так известны. Но я бы хотел немного отмотать назад. Ты говорил, что было время, когда приезжало по 2-3 скаута, которые просматривали тебя. Вот в самый первый раз, когда тебя просмотрели и ты осознал, что есть вероятность того, что тебя выберут на драфте. Вот с этого момента и до самой церемонии, как изменился твой стиль жизни и изменился ли он вообще? Что изменилось? Распорядок твоей жизни, ежедневные дела, твое восприятие. Ну, тогда я жил еще дома, просыпался, ел, шел тренироваться. Слишком много-то за один день все равно не тренируешься. Если честно, это было так давно, что я не помню свой распорядок. Наверное, я помогал своему брату, у него была животноведческая ферма и я ему помогал. То есть ты не был полностью сосредоточен на том, что ожидало тебя через месяц. Ты жил своей обычной жизнью. Проблема была в том, что у меня не было альтернативы. Я не знаю, чем бы занялся, если бы не попал в НФЛ. У меня в голове крутилось следующее. Раз уж я покинул академию на своих условиях, я не знал, должен ли я буду оплатить обучение из собственного кармана или нет. Когда ты с третьего курса переходишь на четвертый, банки очень хотят включить тебе кредит. И многие из пацанов покупают себе машину. Потому что тогда еще разрешалось заезжать в студенческий городок. И многие четверокурсники разъезжали по студгородку на машинах. Многие брали такие кредиты на 11-13 тысяч долларов. Как сейчас, не знаю. Очень часто брали машины. Я тоже взял, но весь кредит я на тачку не потратил. Вот я ушел из ВМФ, у меня был кредит на 13 тысяч долларов, который надо было выплатить. И я также не знал, должен ли я буду оплатить все обучение, раз уж я досрочно покинул заведение. А это уже ценник в 88 тысяч. Так что, мягко говоря, нарисовался такой стресс. Я думал, дай бог, чтобы я попал в лигу. Академия ВМФ так дорого стоила в те годы? Так они оценивали процесс обучения. Это много. Я ходил в университет Джорджа Вашингтона, выпустился в 97-м, и это был один из самых дорогих колледжей. И обошлось мне это чуть меньше, чем в сотку. Так что, блин, они серьезно оценили процесс обучения в Академии ВМФ. Не знаю, насколько бы они оценили его сейчас, но тогда было так. Как выяснилось, мне не нужно было выплачивать деньги за обучение. Так что, когда я подписал контракт с Нью-Ингландом и получил подъемные, я смог выплатить тот кредит, и я был на седьмом небе от счастья. Насколько лет был контракт? Один год? Контракт новичка был на три года. Тогда я получил подъемный в размере 45 тысяч долларов, а минимальная зарплата для новичка в 94-м, 5-м, 6-м была 110 тысяч. Это в первый год. Потом сумма выросла до 135, а потом до 153. Такая была динамика. Но вроде бы в какой-то из годов минимум для новичков вырос, так что в третий год, блин, я не помню, сколько там точно было. Скажу так, я бы сейчас с закрытыми глазами согласился на 110 тысяч в год. А тогда был вообще улет. Ты попал в НФЛ в 1994-м, и спустя два года Петриус вышли в Супербоу. Да, все так. В 94-м мы закончили 10-6, вышли в первый раунд в плей-офф. А потом 6-10. Тот год 6-10 нам казалось, что все идет в правильном направлении. Просто нужно было откорректировать пару вещей. Мы это сделали, и в 96-м закончили 11-5. В дебютный год я был дублером на позиции текло-нападения. Я играл на коротких ярдах и гол-лайн как тайт-энд, а также в спецбригадах на экстра-поинтах и фил-голах. На второй год парень, который был стартовым передо мной, Пэт Харлоу, повредил в предсезонке лодыжку. Я вышел на поле и отыграл вместо него, и сохранил за собой место в составе. Они с Парселсом не очень ладили, и это частично помогло мне сохранить место в старте, когда Харлоу вернулся в строй. В итоге, после того сезона, его обменяли в Рейдерс. Тогда у меня и пошло. Я посмотрел на расписание NFL в 94-м, 95-м и 96-м, и походу с Реджи Уайтом ты встретился впервые в супербоуле. Вообще-то нет. Мы играли с Гринбэй в предсезонке в 96-м, так что я успел с ним самую малость пободаться. Буквально один драйв. Ничего такого, просто один драйв и все. Не было такого, мол, держись крепче, или что я вдруг понял его какие-то особенности. А в следующий раз пришелся уже на последнюю игру в сезоне. Какое у тебя сложилось первое впечатление о нем во время серьезной игры? Я навсегда запомню, по-моему, я рассказывал тебе, когда был в России пару лет назад во время супербоула. Повтори, пожалуйста. Скажу, скажу. Помню, как собирался встать против него в супербоуле. В самый первый розыгрыш встаю в стойку, и глаза обычно упираются туда, где у тебя находится рука. А затем ты уже постепенно поднимаешь глаза вверх на соперника, которого должен блокировать. Сначала бросаешь взгляд на его руку, а потом скользишь по ней вверх. И я помню, как смотрел на его руку. У меня были надеты перчатки, запястья затейпированы, на локтях тоже все заклеено. А на Редже не было ничего. Ничего, просто голые руки. И вот его рука упирается в землю. Я начинаю поднимать взгляд от кисти вверх, вижу его мощное предплечье. И чем дальше, тем мощнее становилась его рука, до самого бицепса. И я думал, боже ж ты мой, вот это руки-базуки. Я как-то завис. А потом бам, блин, мне же надо блокировать. Да, уж он был. Знаешь, у нас был план на игру, и наш тайтенд Бен Коутс, если он был на моей стороне, при пасовом розыгрыше он уходил на маршрут, и всякий раз должен был задевать Реджа. Просто сбить его немного, и всю первую половину я отыграл без проблем. Это при том, что Бен далеко не каждый пасовый розыгрыш был на моей стороне. Но этого хватало для того, чтобы выбивать Реджа из колеи. К тому же нам не нужно было постоянно бросать мяч, мы все еще его выносили. В первой половине проблем не было. Один раз он применил булл раш, то есть просто влетел в меня и попытался выкопнуть на моего квотербэка. И у него почти получилось. К счастью, Дрю избавился от мяча до того, как это произошло. У меня ноги болтались в воздухе каждый раз, когда Реджи пытался выкинуть такой трюк. Но за исключением этого эпизода, в первой половине я нормально с ним справлялся. В перерыве в раздевалке ко мне подходит тренер тайтендов и говорит «Макс, ты вроде ненормально справляешься». И я такой «Ну да, вроде порядок». А он «Мы хотим, чтобы Бен быстрее уходил на маршрут, так что он больше не будет пихать Реджи». И я такой «Ну ладно, давайте». Ну мне 24 года, это мой третий год в лиге. Тренер подходит и говорит, что он хочет сделать. Что я должен ответить? «Нет». Как выяснилось, мне именно так и стоило поступить. Тебе надо было посмотреть на тренера и сказать «Слушай, давай ты сам попробуешь заблокировать этого парня и посмотрим, надо ли убирать тайтенды». Точно. Давай выйди на третьей попытке и заблокируй его. «Бэйв. Бэйв. 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 Бэйв» и заблокируй았адар. Продолжение следует...